Слава Украине! Приветствуем от Полонского Бавовна. Друзья мои, еще одна Бавовна. На этот раз, чуть не сказал, в Мариупольской области, Донецкой области, временно оккупированной части Донецкой области Украины. Недалеко от Мариуполя, чуть не сказал поэтому и Мариупольская область. Значит, есть там поселок Заря, и в нем находится несколько очень интересных моментов таких. Прежде всего, это силовая электроподстанция, и второе, это линия электропередач, тоже силовая. То есть, вот это место, оно как бы такое, место силы энергетическое, да, для расистов. И, ну что, захватили наши электростанции, захватили наши подстанции, захватили наши линии электропередач, выдают их за свое. Воры, воры, мародеры и шакалы, да, допустят меня шакалы, достойные животные, нельзя сравнивать с расистами. Да, то есть, украли и выдают за свое, и еще используют. Ну, все как всегда, да. Вот, также там находилась система связи оккупантов. И вот сегодня ночью туда прилетело. Что туда прилетело? Скорее всего, дядюшка Хайварс прибыл на побывку. Вот эта вот станция на силовая, которая там стоит, уничтожена. Система связи, которая там оккупанты, военная система, понятно, что военная система связи, уничтожена. Линия электропередач отминусована. Вот так вот. Так что, очень удачный прилет. Единственное, что непонятно, некоторые говорят, что это были беспилотники все-таки, а не Хайварсы, что не меняет сути события. Отминусована очень серьезная аппаратура, которая помогала российско-фашистским войскам в этом месте. И в настоящий момент вокруг поселка Заря, ну там, если начертить такой круг, я не знаю, километров 7-8, может даже больше, у расистов сейчас нет ни нормальной связи, ни нормальной координации между войсками. Что надо использовать. Кстати, от линии боестолкновения вот это место находится, я не знаю, километрах в 80 где-то так. То есть далеченько. Как для Хайберса, не знаю, там оно предельное уже. То есть, скорее всего, все-таки были, наверное, это беспилотники. Нельзя отрицать, кстати, возможность Нептуна, но такое дело. Скорее всего, беспилотники, с моей точки зрения. Ну, посмотрим. Будут апдейты, обязательно дадим вам знать. Все будет Украина.